Итак, вы вылетаете из аэропорта Нью-Йорка и направляетесь в Лондон. Вы набираете высоту, а затем вас вдруг резко вдавливает в спинку сиденья. Вы чувствуете, как самолет набирает все большую и большую скорость, а затем... Бум! С самолетом все в порядке. Этот бум означает, что вы преодолели скорость звука и теперь летите быстрее 1224 километров в час. При такой скорости на перелет через Атлантический океан до Лондона уйдет около пяти часов. Для сравнения, обычные самолеты вроде Боинга 747 могут пересечь океан за 8,5 часов. Сегодня в эксплуатации находится всего один некоммерческий сверхзвуковой самолет. Одним из самых известных является Lockheed CR-71. В длину он был с лимузин и весил, как 10 внедорожников. Этот самолет — мировой рекордсмен по скорости в воздухе. Он смог ускориться до 3530 километров в час. Тогда обогнуть земной шар ему удалось бы всего за 10 часов, и он бы покрыл наш маршрут из Нью-Йорка в Лондон за час 54 минуты. Так что путешествие со скоростью звука кажется отличной идеей. Иногда мы ежедневно проводим по три часа в пробке, только чтобы добраться до работы. Представьте, что за это время можно было бы путешествовать между континентами. Предполагалось, что именно это и сделает сверхзвуковой самолет Concorde. Он был длиной с половину футбольного поля и размахом крыльев с баскетбольную площадку. Пустой Concorde весил почти вдвое больше, чем Boeing 737 и мог перевозить около 100 пассажиров. Concorde мог двигаться со скоростью вдвое превышающей скорость звука, но для этого требовалось просто невероятное количество топлива. Флагман трансатлантических полетов двухэтажный Boeing 747 сжигал 3,7 литра топлива на 130 километров в расчете на одного пассажира. А Concorde расходовал столько же на 27 километров. Учитывая цены на топливо, билеты на Concorde стоили почти в пять раз дороже, чем на обычный самолет. И хотя он мог летать почти в два раза быстрее, ему не разрешалось этого делать. Все дело в звуковом ударе. Когда самолет набирает скорость звука, на его носу и хвосте возникает ударная волна. Эти волны сливаются в одну и затем достигают земли. И этот сверхзвуковой гул появляется не в тот момент, когда самолет набирает сверхзвуковую скорость. Он слышен непрерывно. Поэтому, когда Concorde летел на максимальной скорости, он издавал звук, похожий на постоянный бой барабанов. Чтобы почувствовать этот уровень шума, приложите ухо к стене и попросите своего друга начать его сверлить с другой стороны. Вот почему Concorde было запрещено летать над землей быстрее скорости звука. Он использовал всю свою мощь только при полете над океаном. Когда мы путешествуем, у нас уходит уйма времени на дорогу в аэропорт, затем на регистрацию, паспортный контроль и ожидание посадки. Затем мы проходим паспортный контроль в другой стране, забираем багаж и едем до места назначения. Все это занимает много времени и полет на высокой скорости не внесет в такие временные затраты больших изменений. Так что Concorde посчитали неэффективным и о сверхзвуковых самолетах на несколько десятилетий забыли. Однако скоро все может измениться. Aerion AS2 — это частный сверхзвуковой реактивный самолет, который находится в стадии разработки. Он длиной с три небольших автобуса и имеет размах крыльев почти как у Concorde. Он может развивать скорость до 1490 км в час и легко преодолевает расстояние от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса и обратно. Современные двигатели сделали его более экономичным и менее шумным, но сверхзвуковой бум все еще остается нерешенной проблемой. NASA разрабатывает экспериментальный самолет X-59Q-SST для изучения подавления сверхзвуковых волн. Самолет чуть длиннее железнодорожного вагона и размах крыльев у него размером с лимузин. Ожидается, что он будет лететь со скоростью 1512 км в час на высоте 17765 метров. Это в полтора раза выше, чем высота полетов обычных пассажирских самолетов. Его узкая форма и небольшие крылья возле кабины должны предотвращать появление звуковых волн. А большое расстояние до Земли даст звуковым волнам время замедлиться. Громкость сверхзвукового удара Землю составит около 60 дБ. Это в тысячу раз тише, чем у Concorde и будет похоже на шум стиральной машины. Если инженеры найдут способ позволить самолетам летать над Землей со сверхзвуковой скоростью, они будут добираться из Нью-Йорка до Лос-Анджелеса за два с половиной часа вместо обычных шести. Цена такого самолета, как Aeon IS-2, будет начинаться со 120 миллионов долларов. Это в 12 раз больше, чем, например, стоимость самолета Cessna CG-4, который потребляет меньше топлива и берет на борт столько же пассажиров. Известно, что огромный Airbus A380 приобрели как частный самолет за 500 миллионов долларов, поэтому если хотите проводить в полете меньше времени, купите сверхзвуковой самолет. Следующий кандидат на сверхзвуковой пассажирский самолет — Business Jet Spike S512. Он почти такой же длины, как Boeing 737 с размахом крыльев, больше 17,5 метров и намного быстрее, чем Aeon IS-2. Его максимальная скорость составляет около 1770 километров в час, что на 725 километров в час быстрее, чем у обычных самолетов. Производители обещают, что самолет сможет долетать из Нью-Йорка в Лондон за 3-4 часа, из Нью-Йорка в Токио за 6 вместо 12, из Нью-Йорка до Аляски за 3 вместо 6, а из Нью-Йорка в Дубай за 6,5 вместо 12. V-образные крылья и длинный узкий фюзеляж делают это возможным. Еще одна важная аэродинамическая особенность — отсутствие иллюминаторов. Для пассажиров по всему салону установлены телевизионные панели. На них будут отображаться изображения с камер, установленных по периметру самолета. Так можно будет видеть все то же самое, что обычно видно из окна самолета. Но Spike вмещает только 18 пассажиров. Здесь стоит упомянуть компанию Boom Technologies. Своими крыльями и длинным фюзеляжем ее самолет похож на Concorde и вмещает до 55 пассажиров. Два двигателя размещены на крыльях, а еще один в хвосте. Они будут разгонять самолет до скорости 1770 км в час. Это турбовентиляторные двигатели, как у обычных самолетов. Поэтому они не будут использовать форсажные камеры и не будут производить много шума. Форсажная камера используется в двигателях для создания дополнительной тяги. Топливо может сгорать в двигателе не полностью, и выхлопные газы все еще могут гореть. Итак, они снова загорелись, и можно наблюдать огонь сразу за двигателем самолета. С такими двигателями обслуживание самолета будет обходиться всего в 25% стоимости обслуживания Concorde. Новая версия этого самолета сможет перевозить от 68 до 88 пассажиров. По прогнозам компании, цены на билеты будут стоить так же, как на обычный рейс бизнес-класса. Сейчас сверхзвуковые самолеты производят слишком много шума, поэтому могут использовать всю свою мощь только над водным пространством. Учитывая, что только над Атлантическим океаном ежедневно совершается около 1750 рейсов, со сверхзвуковыми самолетами поездки могут стать короче. Если вы ищете самолет, который будет летать совершенно бесшумно, то обратите внимание на электрические самолеты, такие как Aviation Alice. Это частный самолет, оснащенный тремя электрическими двигателями. Он бесшумно взлетает и приземляется, и ему не нужны длинные взлетно-посадочные полосы. Так что аэропорты для этих самолетов могут находиться в центре города, что сократит время путешествия. Кроме того, Aviation Alice невероятно дешев в обслуживании. 200 долларов за час полета по сравнению с тысячей долларов за то же время в обычных частных самолетах. Его недостатками являются скорость и дальность полета. За одну зарядку Aviation Alice может пролететь около тысячи километров. Это все равно, что лететь из Нью-Йорка в Детройт. А его максимальная скорость составляет всего 407 километров в час. Это медленнее, чем у некоторых спортивных автомобилей. Половина всех рейсов в мире совершается на расстоянии менее 800 километров, так что этот электрический самолет станет отличной заменой гигантским самолетам, работающим на топливе. Нужно просто создать для них сеть аэропортов и зарядных станций. Для этого можно использовать заброшенные аэропорты. Там можно будет сесть в самолет, как в автобус, чтобы он доставил вас к месту назначения.